Всем-всем доброго денёчка! Очень много спрашивают про Фионку. Где взяла... Продаю, не продаю. Фионочку я не продаю. Я её купила сама себе в качестве подарка на день рождения. И так как она была очень дорогая, мне даже позволили оплатить её в рассрочку. Вот это маленькое чудо. Я её ещё увидела давно в питомнике. Она мне очень понравилась. Но вот то, что я увидела её, и прямо она мне так в душу запала, что потом всё-таки её даже на продажу не выставляли, что она очень маленькая, они очень редкие, и на них очень большой спрос. И, в общем, я успела до выставления её на продажу и её перехватить. Сейчас я за неё уже полностью рассчиталась. И кто у меня спрашивает, название питомника или... То есть координаты человека. То есть именно по Фионке я не даю, потому что такая собачка очень миниатюрная. Вот у них родилась впервые, первый раз. То есть их нет в большом количестве. Их просто быть не может даже. Да, Лялькина? Потому что это, как и у людей, карлик. То есть как у людей рождаются карлики, то есть независимо от роста родителей, так же вот и у собак. То есть её нельзя отдавать в разведение. То есть она не выносит беременности. То есть это как бы генетическое отклонение вообще от нормы. И то есть это не разводят именно под заказ, что нужно мини-мини, микро-микро. Поэтому как бы таких вот... Причём в питомнике у этой заводчицы около 50 собак. И вот именно такая вот маленькая родилась впервые. И достались мне вот это вот маленькое чудо. Но если кто-то просто хочет чихуахуашку, то есть там очень разные окрасы, разные длинношёрстные, в смысле клаткошёрстные, то есть то могу дать координаты, и сможете выбрать для себя щеночка. Но вот именно по такой, как феюшка, то есть таких вот нет. А когда будут, неизвестно. И будут ли ещё неизвестно. Да, маленькая кусака-забияка. Так что вот. Она мне прям полюбилась-полюбилась. Да, такая полюбилась-полюбилась. Была такая скромненькая девочка, когда её только брали. А сейчас уже освоилась, и вот стала такая маленькая хулиганка такая. Бандиточка. Ну и, конечно, на выставках мы не пройдём никуда. То есть это что... Племенной смотр мы тоже не пройдём, потому что мы очень-очень-очень маленькие. А так как в разведении нас нельзя, значит и племенной смотр мы тоже пройти не сможем. Мы даже не будем платить за это деньги и проходить. Такую малышку можно просто любить, человать, гладить и обнимать. Да? Тебя тоже нужно гладить, целовать и обнимать. Хотя ты у нас гигантский бегемотик. То есть вот этой девочке 6 месяцев, а вот этой девочке 4 месяца. Можете сами посмотреть, какая большая разница. Да? Милуська у нас тоже миниатюрненькая девочка. И прежде чем её замуж отдавать, мы, конечно, обязательно проконсультируемся с ветврачом. Можно ли нам? Или нам не стоит, да? Деток заводить. Или просто быть тётушкой. Ну вот, а у кого ещё какие будут вопросы, задавайте. Снимем вам видео, обязательно вам ответим. Всем желаем хорошего дня. И человаем вас, человаем, да? Всех почелюем. Фиёнка, красивая девчонка.